друзья всем добрый день но сегодня коротенький коротенький репортажик можно сказать о текущих событиях малозначительный но видимо такой элемент видите трещинка появилась здесь и здесь может быть это зимняя парковочка чуть-чуть здесь поджала может даже вибрация дает себя знать в общем номерок надо будет скоро заменить может быть даже на какой-нибудь малогабаритного такого размера сейчас модные стали маленькие номера идти надо будет подумать на эту тему вот и братцы мои всегда почему-то наиболее такой частый вопрос какое масло я лью какой каким маслом я пользуюсь ребятки но я испытывал несколько масел могу сказать что последнее время я остановился потому что приобрел чуть побольше я испытал это масло shell 5 на 40 синтетика к спецификации с.н. может быть с.н. плюс если вам попадется тоже довольно неплохое масло в принципе можно было бы рекомендовать хотя сейчас по нынешним так сказать временам скорее всего лукойл наиболее доступная получается вещь женатис только берите дни люкс женатис кто-то может быть сказать о равеноле в качестве как сказать опыта или еще чего то я тоже попробовал здесь тоже есть спецификации с.н. минимально там с.н. с.ф. а3 b4 телесинтезис моторинол ну не знаю семисинтетика наверное это полусинтетическое масло 10 на 40 чем оно мне показалось примечательным тем что давайте начали о плюсах пропадают все какие-то посторонние шумы лязгания какие-то там звук распределительной цепи вообще исчез клапана исчезли вообще не слышно их никак вот моторчик работает прямо до наслаждения вроде как все хорошо вот но побочный эффект минус минус том что передачи не то что на холодном перестали четко включаться но даже на прогретом двигателе ну там слегка прогретом 20 минут езды тяжело затруднительно включать передачи через тысячу километров это маслом видимо по своим свойствам все-таки немножечко слабеет разжижается то ли бензинчиком на подсосе когда включаешь и чуть-чуть улучшается эта вещь но вот в чистом виде использовать его для замены масла я бы не для себя не стал рисковать на долив наверное да потому что масло изнашивается насыщается бензинчиком и вот такое густое маслица может быть объеме там 100 грамм 150 грамм никак не навредят двигателю а вот но в чистом виде особенно у тех мотоциклов которые страдают вот с этим рывком толчком при включении передачи после стоянки там это еще чревать еще опаснее это будет это вредит сцеплению заклепкам вот скорее всего и поэтому я бы в чистом виде такое масло вот которое у меня там 10 на 40 полу синтетика равенол не стал бы рекомендовать вот только на долив но чуть-чуть удалить его можно вот ну в общем то все пробег сейчас чуть-чуть увеличился 42 300 вот с последней так сказать ревизия клапанов или там скажем так притирки шлифовки притирки сейчас я проверил зазоры фактически они остались теми же сами пробежал там чуть больше там уже полутора тысяч вот все хорошо нормально двигатель живой бодрый даже и не хочется менять на 4 клапанную версию честно говоря из-за этого хочется на этом побегать еще довольно бодро бежит нормально бежит вот те колечки которые я поменял на 25 тысячах они сейчас прикатались вот и достаточно скажем так хорошо работает честно говоря даже как-то и неловко сейчас что-то менять вот но все ребята всех благ надеюсь ответил на вопросы о масле а то меня все время так задают периодически вопрос такой возникает вот все всех благ до свидания удачи